Пострадавший от наводнений город Крымск отправилась еще одна группа сотрудников МЧС. Помогать в устранении последствий разгула стихии будут настоящие профессионалы-спасатели первой и второй категорий. Эта отправка в Краснодарский край из Ивановской области уже третья. На этот раз в Крымск полетят более 130 человек. Решение об усилении помощи было принято президентом страны. Кроме ивановцев, жителям пострадавшего города будут помогать специалисты Ярославской, Костромской и Владимирской областей. По 20 опытных спасателей из каждого субъекта. Плюсом к этому Ивановский институт ГПС МЧС направил курсантов четвертого года обучения. В жаркое лето 2010-го эти ребята принимали участие в тушении лесных пожаров. Перед отлетом по традиции краткий инструктаж. Хотелось бы акцентировать внимание на соблюдение воинской дисциплины, корректного обращения с местным населением, также оказание необходимой помощи. Естественно, это соблюдение мер техники безопасности, потому что самое главное для нас это как спасение других жизней, но также это ценность жизни наших людей, наших спасателей. В числе ивановских спасателей 7 человек дежурной смены аварийно-спасательной службы поисково-аварийного отряда. Спасатели утром 16 июля сдали вахту и тут же отправились на северный аэродром. Люди, отстояв смену, изъявили желание убыть к месту проведения аварийно-спасательных работ в город Крымск Краснодарского края. Люди изъявили такое желание сами. Задачу мы перед ними ставим только одну. Всеми возможными и невозможными способами помочь людям, терпящим бедствия, привести свои жилища, свой город в порядок. Вместе с собой спасатели берут запасы воды и продуктов. Также все сотрудники МЧС обеспечены спасательным оборудованием и инструментами, необходимыми для разбора завалов. Спасатели готовы выполнять любую работу. Мы не имеем права отказываться. Мы спасатели. Если требуется помощь, мы должны ее оказать. Мы не можем людей бросить в беде. В составе сводной группы в Крымск отправится кинолог из Ярославля. Его собака обучена розыску людей. До сих пор в Крымске есть пропавшие без вести, и поэтому спасатель вряд ли останется без работы. Курсанты, улетевшие в Крымск раньше, только за три неполных дня помогли вывезти из затопленных районов 18 тонн мусора. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.